Ну, я вам попытаюсь рассказать, как примерно, не как у вас на выставках вам показывают, а как смотрит на собаку чабан, когда отбирает. Я хочу показать вам, что пастор смотрит пастор, как пастор, как пастор смотрит на пастор. Потому что эта декоративность уже принесла очень большие негативные стороны. Сейчас я вам покажу, как поступил бы Чабан, как он смотрит на собаку. Вот посмотрите, вот сейчас вышел человек с собакой. Что он делает? В первую очередь он расставляет ему ноги, он его показывает. Это не естественное состояние. Чабан будет смотреть по-другому. Вот он идет Чабан. Вот смотрите, я Чабан. У меня отара. А вот там еще, где ты идешь, отара. И там тоже есть собаки. Что я буду смотреть? Я могу увидеть, что собака, да, большая, крупная, что у него красивая голова, но у моих собак тоже может быть такая же, не менее хуже голова и может тоже такая же крупная. Что я буду смотреть по-другому? Что я буду видеть? Что я буду видеть? Что, может быть, достаточно высокая, большая, красивая голова, но у моих собак тоже есть красивая голова. Поэтому эта собака воин, я уже говорил, он должен воевать с хищником. Его мощь определяется не тем, какой он высокий и не тем, какая красивая голова. Мощь определяется костяком, какая у него нога. Я иду и вижу, что там бараны и все. И среди всего этого я вижу его лапы. Я вижу его лапы, что лапа его кабеля, она намного мощнее, чем лапа моего. В любом случае лапа, ноги, с этого начинается экстерьер. С этого должны быть лапы, на лапах сидит корпус, уже на корпусе сидит шея и потом только голова. Вот я вижу ноги его, правильно поставленные ноги. Я вижу, что эта росла собака, у него правильная линия вверх. Я вижу, что у него на его рост я вижу среднюю кость. У туркменных собак делится на четыре типа внутрипородных. Это самый тяжелый, крупный, немного рыхлый тип. Так вот вы там наверное видели в фильме «Арлан». Это тип ларки. Ларки типус. Это маленький, 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 маленький. В фильме была показана как ларнер. Они немного такие, они не очень быстрые, но они, 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 они внушают ужасные хищники. Они, они могут повалить, они могут работать. Они не быстрые, они могут работать. Они могут работать, они могут работать. А второй тип это арванакопёк. Арванакопёк. А второй тип это арванакопёк. Арванакопёк. Арванакопёк он у него хорошая кость. Он широкий в плечах. Так, и широкий в крисце. Арванакопёк он у него широкий в крюч. Так. И его длина его ноги, она, он не высока ноги. То есть глубина грудной клетки у него, она у него равна или больше, чем длина ноги. Арванакопёк. Арванакопёк. А второй тип. Третий тип это кёпёк. Это тоже наиболее распространённый. Это рабочий тип такой. Он немного тоньше в костях, он быстрее, он активнее. Но физически силы арвана копья, конечно, как правило, он превосходит его, чем просто копья. И четвертый тип, это так называемый гаин. Это на высоких ногах, растянутые в пояснице, у них грудная клетка маленькая, в плечах они не широкие, они быстрые, они могут догнать лесу шакала, но с сильным хищником они работать не могут. Как вы думаете? Гаин. 4. типус гаин. Это легкий, высокий, 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 высокий типус. Иген, они очень быстрые, они могут получить рога, другие, быстрые, но они не могут работать в больших водах. Спокойный? Нюкот. Ага. Вот это вот тип копек. Это кайпок типус. Вот он, вот он стоит. Могу потрогать? Да, можно. Как проверяет, например, кость? Они смотрят, они видят эту кость и он делает так, чабан. Основание позвоночника здесь, вот хвост. Он смотрит... Вот тогда он скажет, да, хорошая кость. У этого кабеля хорошая кость, у него хороший рост, глубокая грудная клетка, он правильно поставлен. У него хорошая кость, у него правильная головка, правильный переход, так, правильно сидят уши. У него хорошая кость, certo? У него хорошая и хорошая кость. окей так ну давай 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 с тобой разберемся чтоб ты отдала так вот вот перед вами сука вот это вот сука обратите внимание обратите внимание она широкая в плечах широкая здесь у неё форма ребер тоже немножко округлая так и у неё длина ноги небольшая она мощная вот это классический тип арвана копек это классикус типус арвана копек вот он вот чабаны чабаны предпочитают таких они 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 могут они не длинные поясницы они вертки наден мозгик они они работают даю долга знак такой тип она правильно поставлена ногах так не учетом того что собака она за у неё прекрасная форма черепа и самое главное у неё а она спокойно не удар так посмотрите где сидят уши не зетек органок фюртезе с туркмены говорят у туркменского алабая на голову должна поместиться тюбетейка вот эта вот шапочка я тюкменек модель хотя о югутянок а фейерек эллез не астал туркмен шапка к тебе те как вот здесь он должен поместиться на уши на уши видите то То есть уши не сидят вверху, потом сам переход, вот эта вот длина морды, и конечно должна быть заполнена вот эта часть, это имеет принципиальное значение, вот это вот место, оно должно быть заполнено, потому что фактически это является основанием верхней скулы. Эй, это показывает, что она высота вверху. Посмотрите, у нее грудь, мне не надо ее, чтобы она подлила ее или еще что. Неки не нужно, чтобы я сейчас сытаюсь, она видит ее. Чуть-чуть пройдет вперед? Я только подниму. Так, то есть я ее вижу, я ее вижу, эту собаку видно, можно, да? Да. Вот, и кость конечно чувствует. Очень хорошая чонтовка. Все спасибо, правильная отличная сука. Держи, держи, заходи. Ой, спасибо. Так. А ничего, молодец, делай фотки, пожалуйста, мне это очень важно. Она невысокого роста, да, это маловатый рост. У нее хорошие, правильные лапы, правильно она поставлена. У нее хорошие, правильные лапы, правильно она поставлена. Ага. Вот она, вот он, вот этот вот переход, вот он переход, и вот эти вот набровные дуги. Голова должна быть покатая. Голова должна быть покатая. Вот того межглазия, которое должно быть здесь, вот его уже здесь не хватает. То есть она экстерьерно правильная, она небольшая, так? Но если у туркменского лапая появляется признак близкой посадки глаз, это всегда вызывает сомнение. Это признак обычный, чем отличается кавказский волкодав от туркменского волкодава. Они у нее вот здесь вот сбоку вот так вот. Это нормальная средняя собака, вот вот цип-копяк, вот такой вот. Вот еще один представитель, еще один представитель типа... Он когда линей отнял, он сейчас линей? Да, у него линейка началась. Он спокойный же, да? Его не укусили здесь? Здесь не покусан он? Не знаю, так они утром дрались. Так, хорошая кость, широкий крестец, широкий, значит между лопатками. У него хорошая форма черепа. Очень хорошая форма. У него короткий, короткий шипец. Ровид пофар. Так, и широко здесь. Очень широкий крестец. То есть голова прекрасная просто. Вот широкая грудь, широкая грудь, значит он чуть-чуть он смягчен здесь. И чуть-чуть у него в скакательных задних есть немножко вот это вот резковатость. Вот это вот место. А так это конечно отличный копёк. Хотя вы знаете, он такой на переходе между копёк и арванакопёк. Вот так. Вот он на таком переходе. А какая часть? Где копёк, где арванакопёк? Передняя, задняя? Он везде арванакопёк. Он везде арванакопёк типично. Вот мне немножко... как его то что он с ребром у него видишь да она у него ребро вот на то она не такой длинный как ума не могла борта минтазания на коммуте заваришь куча зазания у арвана копия к ребро должно быть длиннее арвана копок на коборда я кэр хоть на янгосу лети таких собак называют ушок ли кушок ли кушку шок ликт оян куча кот навязи который имеет вот этот вот ребро так как обычно мерить экстериористы и вот собака не начинают мерить здесь в этом месте около бирога чинальна кава бирала татта элшер из омел коса туды не знак хоть оценте металли кэрби агона ялаты смогли рейхан центы у пастуха нет сантиметра чтобы мастер на книг центре а вот так вот смотри тэмори бро абордет мэгнези и он говорит кусок ли это поезд поезд кусок ли поезд называется кусок кусок ли то есть он при брюшисти у него ребро длиннее такие собаки мощнее они выносливые оян кутя кинек осу абордая азок шокол эрешеп хоть и век выносливые выносливые китар то окно нам бейдет китата керешек а так отличник обе поздравляю а муть таки лета шокутя